С именем нашего земляка, поэта, его еще называют Есениным Видновского края, многое связано в Ленинском районе. Школьные зубовские уроки, творческие вечера, выставки, встречи и традиционный фестиваль «Конкурс художественного слова». На днях состоялось ежегодное вручение литературной премии Евгения Зубова. За 10 лет лауреатами этого гранта становились талантливые литераторы, взрослые, молодые, руководители подмосковных литобъединений, работники учреждений и представители общественных организаций. Которые внесли большой вклад в развитие литературной и художественной жизни нашего района и области. На днях в Видновской библиотеке состоялось торжественное вручение премии имени поэта Евгения Зубова. Впервые ее удостоились литераторы в 2003 году. Потом, после небольшого перерыва, церемония стала ежегодной. Это премия первая у нас областная, премия Зубова, с которой подвинулся лед, и после чего возникли и другие премии. Губернаторская Роберта Рождественского, Пришлинская, ну и другие, там Смельякова, Огарева и тому подобное. Один из самых престижных областных грантов всего получили 48 человек. Из них 25 – жители Ленинского района. Звание лауреата заслужить совсем непросто. Удостоиться его могут только самые талантливые люди. Литераторов в Подмосковье, только тех, которые учтены, являются членами Московской областной организации, их более 400. И каждый раз из этих 400 надо выбрать лучших. И делается это с большим трудом. Участвует правление Московской областной организации. И, наконец, делается выбор того единственного, который получит эту премию. Среди нынешних лауреатов видновчанка Галина Логинова, руководитель детской литературной мастерской «Слово» и молодежной студии «Акцент». Галина Трофимовна отмечена премией за большой вклад в литературную жизнь района. Она является организатором литературно-музыкальных вечеров, входит в состав жюри конкурсов. Стихи Логиновой публиковались в различных сборниках и газетах. Зубовская премия – это, прежде всего, большое признание моих заслуг как руководителя литературных студий, детской студии «Слово» и «Молодежный акцент». Конечно, главная моя радость и мое счастье – это достижение моих учеников. И действительно, Галине Логиновой есть чем гордиться. Среди ее воспитанников – победители федеральных, областных и районных конкурсов. В этот день вместе с учителем литературную награду получила и Светлана Гринь, ученица Видновской гимназии. Стихи Евгения Зубова, проникнутые лиризмом и любовью к родной земле, стали настолько близкими юной поэтессе, что отразились и на ее творчестве. Я в какой-то мере пытаюсь принять и продолжить традиции, лучшие традиции его творчества в том числе. Поздравляя литераторов с праздником, Сергей Кошман отметил, что вручение премии совпало с еще одним значимым событием для района – десятилетиям краеведческой организации. Именно краеведы выступили за увековечивание памяти нашего прославленного земляка. Именно благодаря им появилась первая мемориальная доска в Мисайлово. Да, собственно, и дальше все, что связано с творчеством нашего выдающегося поэта, стало для нас ясным, понятным и таким зримым, ощутимым. Память о поэте Евгении Зубове и его стихи живут в душах и сердцах не только тех, кто пришел на праздник, но и многих-многих наших земляков, жителей Видного, которые по праву называют литературной столицей Подмосковья. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok